МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то у наших родителей не было возможности выезжать за границу. Они могли путешествовать только по одной стране. По Советскому Союзу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что изменилось с тех пор? Как всегда, один из ведущих должен прожить два дня на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. И снова все решает Орел или Решка. Доброе утро, дорогие друзья! В новом, седьмом сезоне Орел и Решка начинают путешествие по городам бывшего Советского Союза. Да, мы приехали на родину песняров, картошки и Лукашенко. Вы догадались? Да, мы в Белоруссии! В Белоруссии, мы привет! Я хотела, знаешь, что попробовать? Драники, эти, как их там, бульбу, потом колдуны, выпить крамбамбулю и погулять вдоль свислоч. Я ничего не понял, Шарш. Я только понял одно слово «выпить», и все, больше... Выпить? Давай бросаем монетку. Орел! Решка! Добрый день! Да! Да! Справедливость восторжествовала, Андрюша! Это нечестно! Давай. Свисла кто? Свислач! Свислач! Привет, Свислач! Здравствуй, батюшка! Так, тут потише надо с этим, а то сейчас еще на 12 лет как... Беларусь часто называют заповедником социализма. Многие, кто приезжал в эту страну, возвращаясь на родину, говорили, будто в Советском Союзе побывал. На этих выходных мы захотели узнать, так ли это на самом деле. Итак, мы в Минске, столице Советской Беларуси. Ой, простите. Столице Республики Беларусь. Back in USSR. Наша граница должна быть открыта для всех добрых гостей. Праздник у вас, и все. Праздник! Праздник! Внутреннее оснащение аэропорта действительно немного возвращает советское прошлое. И, конечно же, очередь на автобус. Проходи, ребенок. Сколько билет стоит? 19 тысяч до вокзала. 19 тысяч, возьмите 20 тысяч. Мои 100 баксов в Минске превратились в 800 тысяч белорусских рублей. В Беларуси это отличные деньги на два дня. Так что здесь я могу ни в чем себе не отказывать. Это вам не Норвегия и не Сингапур, где нужно считать каждую копейку. Что, ребята, в автобусе едете? Да! В ближайшие два дня я буду рассекать по Минску на стильном кавриолете. В Минске сразу же обращаешь внимание на удивительную, просто-таки феноменальную чистоту и аккуратность. На улицах не пылинки. Каждое утро в 7 утра на улицы города выходят тысячи дворников и сотни уборочных машин. Смотрите, сколько дворников работают. Ежедневно вся эта армия с шумом трает и моет весь город. Поэтому, куда бы вы ни пошли в Минске, нигде не встретите ни пятнышко, ни бумажки. Из аэропорта автобус приезжает в самый центр Минска, к железнодорожному вокзалу. Отсюда уже можно добираться в нужном направлении либо на метро, либо наземным общественным транспортом. Ох, Беларусь, Беларусь. Мы приехали в Минск в канун Дня Независимости Беларуси. Поэтому город не только чистый, но и украшен огромным количеством флагов и другой национальной символикой. Очень похоже на СССР. А вот герб практически не изменился. Убрали только серп и молот и надпись «Пролетарий всех стран объединяйтесь». А вот и первое знакомство с минскими порядками. Каждое утро весь город останавливается, чтобы дать дорогу роскошному кортежу президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Ничего себе! Столько мерседесов нужно с точки зрения безопасности. Перед каждой поездкой президент в случайном порядке выбирает машину, в которой ехать. Это, чтобы террористы не знали, на какой мерседес именно нападать или какой взрывать. Девять полицейских на мотоциклах. Такой охраны я даже в американских фильмах не видел просто. Вот это размах! Даже у нас в Украине президентский кортеж выглядит скромнее. И вот еще что. Если у нас люди недовольны сигналят, стоя в пробке, то тут никто не ропчет. Все знают, батька поехал работать. Сказать по щирости с початку было невесело. Навокол пустыр и руины. Валюче нам было в той час глядеть на наш Минск. После войны город был полностью разрушен. И потом, когда его отстраивали, его строили по специальным планам. Минск задумывали как идеальный город. Как его понимали в 50-х. Много широких проспектов в 6-8 полос. Делали специально широкие, огромные улицы. Наверное, для того, чтобы можно было огромные парады проводить. И помпезная, но малоэтажная застройка. Минск – одна большая строительная площадка. Если спросить знатного каменщика товарища Булыхова, он ответит. Так оно и есть. Мы весь город заново строим. Вы знаете, в Минске всего две пятизвездочные гостиницы. В одну из них я и приехала. Ой, спасибо большое. Спасибо. Отель Европа. Давайте посмотрим, сколько стоит пятизвездочная гостиница в Минске. Так. 440 евро, 525 и выше. Хотя интерьер отеля, прямо скажем, не дотягивает до пятизвезд. Ну, посмотрим. Цены в этом отеле велики даже для европейцев и американцев. Неудивительно, что я тут, наверное, единственный посетитель. Ничего себе. С чем, с чем, а с дизайном номера тут точно не угадали. Слушайте, это какой-то домик в парке. Наша программа побывала во многих отелях мира и ответственно заявляет, что номер в отеле безвкусный и негармоничный. Стены ядовитых цветов. Евроремонт, как его понимают на просторах бывшего СССР. Остановиться я собираюсь в хостеле. Он находится в районе станции метро Институт культуры. В трех остановках от центра города. Непонятно, уход это что, вход или выход? Это вход. Что можно сказать о минском метро? Оно точно такое же, как и в Киеве. Даже проезд стоит столько же. 25 центов. Теперь у меня есть наступная станция на Стольк-Минске. Пока расскажу вам полезную информацию о жилье в Минске. Цены в гостиницах города от 30 долларов за номер с самыми простыми условиями на окраине. За те же 30 баксов можно найти приличную однушку возле метро. По старой привычке экономить, я решил остановиться в хостеле. Мой хостел, конечно, находится не прямо в центре Минска. Но зато, с другой стороны, здесь тихо, уютно и очень мало людей. Хотя в Минске в самом центре тоже тихо, уютно, спокойно и мало людей. Хостел Вива находится на первом этаже обычного жилого дома и имеет отдельный вход. Хостел очень даже нормальный. Прямо как в Европе. Есть ящички для личных вещей, кухня, душ. На территории хостела есть вай-фай. Вай-фай, это хорошо, это отлично. А вот сюда можно будет посмотреть. Да. Какая-то комната. Давайте. Вот так вот выглядит четырехместный номер. Ох, как детская комната прям. У вас есть своя раковина, свой телевизор. Там можно с флешки смотреть фильмы, слушать музыку. Также могу принести ему полотенечко, если вам надо. Санузел. Ну, вообще, да, я люблю вытираться. Хорошо, обязательно. Полотенце у него... Можете воспользоваться вентилятором? Для того, чтобы вытираться? Ну, нормально. Хорошо, все, спасибо. А можно занимать любую, да? Да, я бы посоветовалась сверху. То, что вы бы мне посоветовали сверху, это оставьте ваши пожелания при себе, уважаемая Дарья. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь. Кепочка. Пац! Моя койка. Мало ли, вдруг кто придет сюда в эту комнату. Вот теперь идти гулять по Минску. У столицы 18-1. Такси! Обычно богатые на такси не ездят, но это такси, того стоит. Здравствуйте, это вы такси с Белкой? Класс, ну, поехали. Самая милая достопримечательность Минска не стоит на месте, а все время передвигается. Это такси, в котором ездит настоящая Белка. А где ваша Белка? Вот лежит, отдыхает. Ой, боже мой, спит! Познакомьтесь, это Масик. А это его хозяин, таксист Петр. А как вы вообще? Откуда вы его купили, наверное, да? Нет, нашли. Совсем маленьким, когда служил. Когда Петр служил в армии прапорщиком, солдаты однажды принесли ему маленького, совсем слабого бельчонка. Петр выхаживал его, кормил из шприца молоком и детским питанием. А после армии привез с собой в Минск. С тех пор они неразлучны. А такси с Белочкой стало городской легендой. Про них даже британская Daily Mail писала. Это сейчас он спокойный, спит. Он носился раньше вообще по всей машине, не успокоится. Даже погладить нельзя было. Это сейчас вот. Сейчас же старичок, три года. Как кот. А где его любимое место в машине вообще-то? В двери либо в капюшоне сзади. А, вот этих, да, карманчиках маленьких? И он там прячется, наверное, от всех? Вверх ногами он ляжет и все. Удивительно, но проезд в такси с Белочкой стоит столько же, сколько и в обычном. Это, так сказать, бесплатный приятный бонус. К себе пойдешь? Смотрите, он в домике. До свидания. До свидания. Ох, Белка в такси. С ума сойти. Заселившись, я поехал смотреть на самую главную достопримечательность города по версии самих минчан. Это не памятник и не площадь, не замок и не небоскреб. Это библиотека. Национальная библиотека Беларуси. Раньше на этом самом месте было болото. Но однажды властям республики пришла в голову идея. А давайте построим какую-нибудь грандиозную штуковину, чтобы другие страны не додумались. Так и появилась национальная библиотека. Самое современное по оснащению здание в Беларуси, в котором хранится 9 миллионов книг. Строительство библиотеки стоило больше 200 миллионов долларов. Денег в государство не хватало, поэтому средства в добровольно-принудительном порядке собирали со всех жителей страны. В зависимости от должностей у людей вычитались зарплаты от 5 до 30 долларов. У многих деньги списывались мобильных счетов. Но пришел сюда не для того, чтобы книжки читать, а для того, чтобы посмотреть на Минск с высоты космического корабля. Отсюда открывается самый лучший вид на город. Самый лучший. Вот такое ощущение складывается, что Минск стоит посреди леса. Вот реально, лес, 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 деревья, деревья, деревья и дома. Посмотришь, просто до горизонта лесополоса такая, все зеленое. И это действительно очень круто смотрится. Рассматривая город с высока, я вдруг понял, что за день в Минске мы так и не увидели советских пережитков, о которых все так говорят. И не потому, что это миф, а потому, что находятся они не на улицах города, а скорее в менталитете. Мы столкнулись с тем, что нам нигде не разрешали снимать. Хотели снять казино – запретили. Хотели поесть драников в дешевой заводской столовой – сказали – ешьте. Но снимать – запрещено. Белорусы по-разному относятся ко власти и президенту Лукашенко. Одни всячески его нахваливают, как, например, мой водитель. Это людей старается. И люди должны стараться для него. Когда будет все, он будет вообще. Он для нас, мы для него. Другие говорят о власти очень невнятно, будто боятся. Кому мы бы все оставляем? Мне честь и такое, что видеть бы не хотелось. На вопросы, как живется в Беларуси, люди или говорят, что все просто отлично, или переводят тему и боятся, чтобы их не записывали. Пойдут дальше гулять. Не? Куда? Недовольные властью всячески скрывают свою принадлежность к оппозиции и используют шифрованные послания. В Минске иногда можно увидеть людей в футболках с буквами ШОС. Кажется, что таблица в кабинете окулиста. Но на самом деле это аббревиатура, которая расшифровывается как ШОПОН СДОХ. Ну, я думаю, вы понимаете о ком это. У меня сложилось впечатление, что мой водитель вообще сотрудник КГБ. Чувствуется, что он беззаветно предан режиму. Вот Олег говорит, что это одна из самых высоких церквей вообще в мире. И строит ее Лукашенко? Да, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, простите, пожалуйста. Наш любимый всем уважающий, что я не знаю. Все его любят, да, у вас? Да. А что, в СССР интуристов вообще КГБшники возили? Если вы приехали в Минск и у вас неограниченный лимит, зайдите в Пиковую даму. Это самый шикарный ресторан Минска. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Кто идет в дорогой ресторан, я иду в дорогой ресторан. Знакомиться с белорусской кухней я решила в самом шикарном ресторане Минска. И опять это чувство, что человек, у которого полно денег в Минске, белая ворона. Из посетителей в ресторане одна я. Жаль, что самый дорогой ресторан в Минске оказался рестораном французской кухни. Я так хотела попробовать картофельные зразы, картофельные бабки, колдуны из картошки, клетки из картошки, дрочину из картошки. А оказалось, что у них только придется есть перепелку с фуагра. Перепелку, пожалуйста. Ух, миллионерам многое позволено. Например, по щелчку пальца заказать себе на ужин главный музыкальный коллектив Беларуси – легендарных песняров. Вкусное мясо. Сегодня любой желающий может пригласить их попеть за 5000 долларов. Алло? Здравствуйте. Писняры? Писняры – легендарный белорусский вокально-инструментальный ансамбль. Они были так популярны, что их называли советскими Битлз. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ КАСЮЯСЬ КАНЮШИНУ КАСЮЯСЬ КАНЮШИНУ ПОГЛЯДАУ НА ДЮКШИНУ ПОДПИШИНУ В последние годы у богатых появилась новая мода – ужин со звездой. Например, Дима Билана часто заказывают девочки-подростки, а с Верой Брежневой ужинают ее богатые воздыхатели. Стоит такое удовольствие обычно столько же, сколько и часовой концерт исполнителя. Раньше, когда у меня еще не было золотой карточки, я и подумать не могла, что увижусь с такими людьми. Жизнь абсолютно здесь не остановилась, ни в коем случае, как могу считать. Правильно, хай Бог Божий, допомогай. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Вечером сожигаются гирлянды, включается подсветка домов. И Минск становится еще красивее. Кажется, что едешь не по столице заповедника социализма, а по городу какой-нибудь благополучной европейской страны. Швеции или Финляндии. Минск хоть и столица, но ночью этот город спит. Даже большинство ресторанов здесь работают до 10-11 вечера. После полуночи все затихает до самого утра. Все тихо и мирно. Моей бабушке понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 Складывается впечатление, что парад проводится только для одного человека – президента Александра Григорьевича Лукашенко Боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне Это, как когда мальчишка смотрит на своих игрушечных солдатиков Порядок Беларуси – это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа С праздником! С Днем независимости Республики Беларусь! Ура! Субтитры подогнал «Симон» Ровно в 10 утра парад начался Парад военной техники выглядит очень круто Но особенно меня поразило выступление сводной роты почетного караула Ну прям как лавянные солдатики На белорусском параде показывают не только военную технику, но и достижения народного хозяйства Популярные модели тракторов, применяемые в широком спектре сельскохозяйственной работы И продукция флагмана отечественного автопрома – тяжелый самосвал «БелАЗ» Ну, вы поняли, короче Заканчивается парад выступлением гимнастов, хоккеистов, пехтовальщиков и прочих физкультурников под музыку, подозрительно похожую на тему из известного американского сериала «Даллас» Перед зрителями проезжают передовики производства Заслуженные тренеры и ветераны труда Баскетболисты демонстрируют отточенную технику владения мячом, которой могут позавидовать художественные гимнастки Александр Григорьевич доволен Как бы мы ни иронизировали, надо отдать должное организаторам парада Сложно даже представить, сколько было потрачено времени и денег, чтобы сделать такое торжественное шум Парад очень красивый, такое уже мало где делают в мире Что-то в этом есть В Беларуси есть место, которое славится на весь мир Это, наверное, самая известная достопримечательность во всей стране И странно приехать в Беларусь с деньгами и не увидеть ее хоть одним глазком Беловежская пуща – это последний девственный лес в центре Европы Его никогда не вырубали Биологи со всего мира едут сюда, чтобы увидеть, как выглядела Европа тысячи лет назад Вот она, Беловежская пуща – 163 тысячи гектаров заповедного леса По заповедному лесу запрещено ездить на машине Нужно ходить только пешком Но если в России и в Украине все решают деньги, то в Беларуси связи Для программы «Орел и Решка» сделали исключение Правда, пришлось таки пересесть в местное авто На своей машине туда нельзя, но нельзя на той Поеду на этой Здесь сохранились те растения и животные, которые в других местах давно исчезли Только здесь живут рыси, черные аисты и орланы И главное – последние дикие быки Европы – величественные зубры Из машины их не увидишь, нужно идти в лес Оказалось, что первобытный лес – это непролазные дебри Тысячи лет назад так выглядела вся наша страна От севера до юга Пуща – это густые дебри, сквозь которые пробраться не проще, чем через тропические джунгли Все колется, жалит, жжет и так и норовит схватить за ногу Тьфу, он прогнулся под моей рукой Если вы в Беловежской пуще, кроме белки, никого больше не увидели из живности То тут недалеко есть целые вольеры, где живут и зубры, и олени Ой-ой-ой, идите, идите Вдохновившись парадом, я приехал на еще одну достопримечательность, которой белорусы очень гордятся Это линия Сталина Линия Сталина – это цепь оборонительных сооружений, которая была построена еще до начала Второй мировой войны В 30-е годы вдоль границ Советского Союза от Карелии и до Черного моря Теперь этой линии посвящен одноименный музей Если простыми словами, это музей военных укреплений и боевой техники под открытым небом Вот приблизительно так и выглядела граница Советского Союза В свое время столбы, видите, наблюдательная вышка, контрольно-следовая полоса Но 22 июня эта граница была сметена немецкими войсками Сегодня в 4 часа утра Вот сейчас не разрываются снаряды Не стреляет никто Мирное небо над головой Но мне как-то вот я нахожусь здесь и не по себе Только представьте, что переживали наши деды и прадеды, находясь вот здесь, когда шли бои Это страшно, действительно И нам, людям, которые выросли в мире и родились в мире, это, мне кажется, очень тяжело понять Но помнить об этом нужно всегда и не забывать Для Белоруссии Великая Отечественная война стала самым трагическим событием в истории В те годы погибло четверть всего населения страны Война оставила такой отпечаток в жизни белорусов Что и сегодняшний день независимости они отмечают в день, когда Беларусь освободили от фашистов Да и, по сути, главный государственный праздник тут – это 9 мая Олени очень пугливые и близко подойти боятся Боже, какая красота Как National Geographic, знаете, когда они бегут? Если в предыдущем вольере меня боялись олени То тут, наедине со здоровым зубром, сам чувствуешь себя пугливым оленем Ой, мамочка, ой, мамочка Все, сосри Вроде рядом, вроде сетка, но все равно что-то так страшно У меня внутри все сердце колотится Кроме того, что Беловежская пуща – это дикий лес Это еще и резиденция белорусского Деда Мороза Представляете, даже такое существует Здесь он живет, принимает посетителей и одаривает подарками Ой, здрасте Добрый день, Боужанна, все время Добрый день Рад вас бачить в гостях в белорусской Дедуне Мороз Сейчас пошла мода в каждой стране заводить своего Деда Мороза Я знаком с татарским Кышбабаем С иркутским вхленицем Холода Чисханом Светы Миколой в Польше Юль Томтом в Швеции Вайн Асман в Германии Парнель во Франции Папанель в Италии Парнель в Португалии Баба Наталья в Италии Летом посетителей немного, и дед скучает Поэтому с удовольствием устраивает экскурсии по своей усадьбе Опочевание, видите, вот Вот видите, сколько зимних нарядов Три, четыре Де, ду, ды Все, спасибо вам большое, дедурочка Ой, какие красивые фотографии получились На обратном пути мы заехали в глухое село Прям посреди Беловежской пущи Это самое обыкновенное село на 10 хат Бродят коровы Деревенские ребятишки отмахиваются от надоедливых комаров Ну просто благодать! Ну вот интересный факт Как только мы достали камеру К нам тут же подбежал местный дружинник Потребовал документы И грозился вызвать КГБ Представляете, даже в таком медвежьем углу Есть человек, который отвечает за государственную безопасность Кто-то скажет, что это мелочь Но по-моему По-моему, это еще один красноречивый штрих К современной жизни в Беларуси Как я уже говорил Сегодня Минск со всем размахом отмечает День независимости В Беларуси праздники отмечают совсем не так, как в нашей стране Тут совершенно нет пьяных Поэтому на улицах никто не кричит Не ругается и не дебоширит За пьянство тут полагается штраф И депортация в вытрезвитель К тому же, во время праздника на улицах такая же чистота, как и в обычные дни Под ногами нет ни мусора, ни битых бутылок Ну как, вот День независимости, но я не ощущаю вообще праздника Ни людей, никого Там какая-то горстка, там какая-то горстка И все По сравнению с нашими городами Гораздо меньше плотность людей на улицах Возникает вопрос Где же все? Дело в том, что пару лет назад И минчане изобрели новую форму протеста против власти Они издевательски аплодировали выступлению президента Лукашенко С тех пор в Минске собираться группами и аплодировать запрещено Даже по праздникам Вообще все выглядит как в СССР Мамы гуляют с детьми Продаются шарики Люди катаются на велосипедах Можно покататься на лодочке Или на катамаране после случая Вообще кажется, что сегодня не 2013 А 1983 год Земл независимости Уважаемые сябры Новый сезон начинается А старая привычка совать 100 долларов в бутылку продолжается 100 долларов Записка Бутылка В районе улицы Индустриальной Есть телодорожка Пересекающая реку Свислочь Под опорой моста Что ближе к Индустриальной И ищите бутылку от Орла и Решки Ой, так, надеюсь, меня тут никто не увидит А то тут даже у деревьев есть глаза А ну, подальше Подальше Все, сделано ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты так соскучился! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, мне тоже понравилось Но больше мне понравилась природа Природа шикарная Люди добрые достаточно И еды много дешевой Все так красиво Парад! Какое было здесь так? Так что могу сказать Минск это самый лучший город на планете Ура! Поехали домой! Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!